Своим безмолвием она заставила всех говорить о себе. Это вот тот случай, когда все понимают всю работу без слов. Ее улыбка покорила мир. Три титула. Мисс Интернешнл, Мисс Европа и Мисс Фото. Она мечтает стать художником. Вопрос, возьмет ли нас учиться на художника при наличии таланта, если у нас это не написано в диагнозе, поставленном врачами. Она всегда делает шаг первый. Она более чем красивая, чем модель. Мы ее называем красавица белорусская. Но никогда не слышит аплодисментов. Мир, где все понятно без слов. Белорусская школьница, которая заставила моду говорить на своем языке. Наталья Рябова в проекте «Наши». Наташа очень сильная, конечно. Я не слабая, но она еще сильнее. И она с детства была всегда сильная. И я ее вообще никогда не видела раскисшей. При всех сложностях она держится достаточно всегда солидно. Не плачет. То есть она такой боец. Со мной никто не разговаривал. Видели, что я глухая. И не любили. И никто не разговаривал, естественно. Поэтому я была одна. Когда Наташа пошла, это было в 11 месяцев, ее стало сзывать со спины. Ну, не только я. Там и бабушка, и дедушка вместе жили. И папа. Она не отзывалась. Шла и шла. И вот сразу возник вопрос, что она, раз ее зовешь, и она не поворачивается, то она не слышит. Вредная в детстве была очень вредная и упрямая. Мама так и говорила. Вредная и упрямая. Конечно, на обследование в Санкт-Петербурге сделали компьютерную аудиограмму. Это когда она делается в сонном состоянии. И нам сказали сразу диагноз, что 90% слуха потеряны. Друзей у меня не было. Была одна подруга. Она, например, хочет погулять, а я не хочу. Оставалась тогда дома одна. А если и гуляла с ней, то только рядом, возле дома. Получается, все время была с мамой, папой или бабушкой. Почему вы родители такие все непонятливые? Если половина ноги нет, то никто же не мечтает, чтобы она выросла. А если вот нервы нет, то и вы не мечтаете, чтобы он восстановился. В детстве я всего боялась. Так страшно было. Ну, а сейчас, да. Сейчас, конечно, стало смелее. Понимаешь, что через глаза она возьмет, а рассказать ты, в общем-то, не можешь. Поэтому ты должен показать, научить там от начала до конца, что вот есть такой вот поезд, что вот так можно доехать, что вот так можно жить, вот что есть море, что есть горы. Ну и, в общем-то, поэтому вывозить стали, наверное, с трех лет, как врачи разрешают. В Питере у меня живут брат и сестра. Я обожаю Санкт-Петербург. Там такая архитектура, такие красивые дома. Я люблю театр, балет мне очень нравится. Я очень, очень хочу жить в Питере. Вообще-то, в отношении Нонташи я запрещала себе мечтать вообще о чем-то. Просто делала. Использовала любую возможность, которую можно. В детстве я занималась рисованием. С пяти лет была в художественной школе. Ну, а сейчас уже как четыре года в школе моделей. Нравится рисовать? На, вот, тебе мольберт, рисуй дома. На тебе краски, все. Нравится, рисуй. Книги по психологии мне очень нравятся. Я люблю читать психологические детективы. Из писателей могу отметить Януша Вишневского. Появилась возможность стать моделью? Не вопрос, пойдем туда. То есть, где отрывается дверь, туда и идем. Первый раз я вышла на подиум три года назад. Они пригласили, немножко под страхом, но с одним условием приглашали, что я приду. Боялись всегда. В детстве я была гадким утенком. Высокая, жутко сутулая. Маме, конечно, это не нравилось. И она взяла меня за руку и отвела в модельную школу. А потом, конечно, исправилась. И после этого мне говорят, все, ты готова, можешь выйти на подиум. Я не могла в это поверить. Тогда мама сказала, ну, иди работай. Ну, это не вопрос. Общаются и дизайнеры, и визажисты, и стилисты. Общаются безбарьерно, как сейчас модно говорить. А если новый человек, фотограф, дизайнер, и тогда был первый менеджер, они сразу же сказали, можно вы придете? Мы хотим, если у нас возникнут трудности, чтобы вы нам помогли. Мы общий язык нашли сразу. То есть у нас не возникла проблема общения. Мы с Наташей понимаем друг друга с полужестом, можно так сказать. Это вот тот случай, когда все понимают всю работу без слов. Перед съемками я всегда спрашиваю, что это будет? Какой должна быть фотография? Какой образ? Это для того, чтобы я могла показать характер или эмоции, каким должно быть лицо, что мне играть, я плохая или злая. Главное, что человек веселый, активный. Это очень важно для модели. Эмоции. Наташа, вот видите, сама двигается, то есть ничего не нужно говорить, она сама принимает разные позы. Это, конечно же, очень ценное качество. На фотографии я стараюсь максимально показать лицо. Даже больше. Показать глаза. Тем более, когда модель опытная, наша Наташа, то она сама знает все свои выгодочные ракурсы, все свои нужные позы. Поэтому, конечно же, в этом плане никакого дискомфорта лично я совсем не ощущаю. Когда меня первый раз сфотографировали, ну, уже потом, я спрашивала у мастера, а кто это на фотографии? Я не могла поверить, что это я. Открылась, она сразу все ловит с полоскового, у нее есть модельный опыт работы с фотографами, работы моделей на подиуме, на фотосессиях, поэтому работать было легко с первой минуты. Перед показом обязательно репетиции. Мне нужно понять, где и как я буду двигаться и что делать. Как нужно ходить, быстро или медленно. Потом макияж, прическа, фитинг. Дизайнер выбирает пару своих моделей для каждой девочки, а уже после все вместе. Опять макияж, прическа, платье. Все должно быть гармонично. Прямые волосы, кучерявые, светлый макияж, темный. Например, на показе у кучеренка мне загримировали лицо стразами. У-у-у, было жутко интересно. Когда девочки готовятся к выходу, такая суматоха, у каждой модели свой номер, все выходят по порядку. Начинается показ, вышли, прошли, аплодисменты. Честно, я только на сцене чувствую себя свободно. Ну, к тому же, мне очень нравится одежда белорусских дизайнеров. Наверное, более чем красивая, чем модель. Мы ее называем красавица белорусская. А турецкие дизайнеры, когда к нам приехали, они увидели эту девушку и шикарные волосы, да, там улыбка, красивое лицо. И сказали, вот эта девушка у нас будет хайдлайн, она будет открывать показ. Я всегда спрашиваю у дизайнера, какая будет музыка, быстрая или медленная, громкая или тихая. Мне нужно чувствовать стиль, чтобы соответствовать образу и знать, как ходить, быстро или медленно, или свободно. С Наташей мы познакомились, когда впервые я ее готовила на конкурс Мисс Мира среди слабослушающих два года назад. Наташа взяла титул тогда Мисс Европы. А затем, вот в прошлом году, в 2012 году, Наташа взяла титул на конкурсе Мисс Интернешнл среди слабослушающих три титула. Мисс Интернешнл, Мисс Европа и Мисс Фото. На конкурсах красоты, что обычно показывают, фигуру, характер, поведение. Необходимо представить, чем ты занимаешься, твое хобби, рассказать о себе. Но, мне кажется, я их очаровала своей улыбкой. Да, именно, моя улыбка могла мне победить. Наташа, она имеет какие-то формы для конкурса красоты. Это великолепно, да, а для модели оно немножко, как бы, не формат. Я бы очень хотела учиться на художника, но я волнуюсь и не знаю, получится ли у меня. Есть заключение, которое выдают врачи с перечнем профессий, которые она может освоить. Конечно, там нет ни художника, ни дизайнера, в общем-то, ни модели, там таких профессий не указано. Поэтому даже возникает вопрос, возьмёт ли нас учиться на художника при наличии таланта, если у нас это не написано в диагнозе, поставленном врачами. Она очень глубокий и тонкий человек. Она очень хорошо чувствует себя, стиль, красоту и выражает это как в своём внешнем виде, так и в картинах, которые она пишет или которые она вышивает. Мне сейчас очень хорошо. У меня, наконец, появилась подруга, любимая подруга. У неё свободное время, у меня свободное время. Мы больше проводим кафе, больше отношений или, да, в обед в парке. Я не люблю большие компании, много друзей. У меня есть одна подруга и нам хорошо вместе. Мы уже продолжали шутить вместе, мы даже никогда не торили. Всегда много подруги поддерживали, на учёбу там. Нет, у меня нет парня. Там, в деле, она там, Дима там встречалась, ну, она мне тоже помогала, спрашивала, что мне ему ответить, например, мне. А я говорю, не знаю, можно ответить что-нибудь от вас в твоем. Надо помогать. И мы напитали о любви. Много друзей у неё с Соединенными Штатами, с Германией. Кстати, к ней из Германии друг приезжал даже вот в октябре. Она ему Нинск показывала. Очень понравился. Скучает, говорит, приеду ещё, говорит, еда вкусная. Легко, трудно, ну, слишком простое, простое, скажем, такое, наречие для описания всей жизни. Ходим положительные моменты в этой жизни, чтобы черпать от своей силы. Я не могу поверить, что остались мастиль все всего с на.